Пожалуйста, мы играем побыстрее. Нельзя настолько испытывать нервы, нервы болельщиков. Ну, G3 сидишь. Давай, G3. Надвигаем королевский план и посмотрим, что будет дальше. G3 вот достаточно неплохой. В всяком случае, сном B3. Я хотел сказать, что надо включать в игру слона с сэрой, сном B3. Зачем это сыграть? Ну, может быть, идея А4. Может быть, идея А4, чтобы протекали А, вот я создавал удовлетворение. Ну, в принципе, наверное, не ошибка. Наверное, не ошибка, возможный ход. Может, слон вообще не королевский план собрал? Здесь компьютер показывает ход А5, утверждая, что черные как-то первыми здесь начинают действие. И, кстати, черный ход может отправиться на B6. Вот интересно, кстати, кому будет принадлежать инициативу на ферзовом фланге. Это, между прочим, позиция настолько многоплановая и так много интересных возможностей, что иногда, в принципе, шахматисты концентрируются на каком-то узком участке шахматной доски и на каком-то фланге, ну, и, что называется, все фигуры в их туда. А вот здесь позиция очень масштабная. Здесь можно играть и слева, и направо. И действительно очень трудно поднять, и, в всяком случае, за доской, без компьютерных подсказок, что важнее, что ценнее.